Религия мурджиитов, модернистов и мунафиков не имеет смысла ни на каком уровне. Она противоречит всем уровням, потому что это дружба и непричастность по Западу. Они проявляют дружбу и непричастность. Да, без сомнения. Но это такой вид дружбы и непричастности, который штампуется на Западе. Это не та дружба и непричастность, которую ниспослал Аллах Субханаху Ва Тааля. Непричастность к каферу — это действие сердца и то, что оно влечет за собой. Это фитра. Это фитра, которая проистекает из чьей-либо-то веры в Аллах Субханаху Ва Тааля. Это проявление почести к Аллаху Субханаху Ва Тааля. И это только те, чья фитра не была запятна. Они говорят, может быть, они просто не знают. Как вы можете их презирать, когда они просто невежды? Множественными способами и лекциями можно ответить на это их крошечное заявление. Но давайте ответим им их собственными словами. Эти же самые люди сами говорят, «Вы должны ненавидеть каферов, которые сражаются с мусульманами и убивают их детей». Мы также можем сказать, возможно, этот кафир, который сражается с мусульманами, думает, что он прав. Возможно, он также невежественен. Почему вы не говорите то же самое о нем? Может быть, до него не довели? Может быть, ему просто промыли мозги? Или вот поэтому он не убивает мусульман? Может, он вырос в доме, где ненавидит Ислам. Так почему вы ищете ему оправдание за его невежество, когда он оскорбляет Аллаха Субхану Ва Тааля? Но когда он оскорбляет вас, вы проявляете к нему полную непричастность. Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все писания, а они нет. Когда они встречаются с вами, то говорят, «Мы уверовали, когда же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам». Вкратце, смысл этого аята, Аллах Субхану Ва Тааля сделал выговор некоторым верующим за то, что они любили своих бывших друзей-иудеев со времен Джаилии и до принятия Ислама, даже несмотря на то, что они проявляли видимость миролюбия. Ат-Тобари говорит, что в этом аяте говорится о верующих, которые смешались с иудеями, которые были их друзьями по Джаилии и до принятия имя Ислама. То есть такие миролюбивые. Они говорили или делали вид, что они верующие. Но говорили, мы уверовали. Ат-Куртубий говорит, что большинство сказали, что этот аят относится к евреям. Послушайте, это удивительное заявление дружбы и непричастности того, кто жил среди каферов. В Эфиопии оно относится ко всем, но более конкретно к тем, кто живет среди каферов и потерял свою дружбу и непричастность. Особенно к тем, кто на Западе. С тем, кто высказал эти заявления в Эфиопии, обращались по-королевски. Не так, как с нами здесь. Носмотры, рейды, тюрмы, сфабрикованные обвинения, издевательства и смех над женщинами из-за никаба. Она отреагировала на то, что сказала Умар, да будет доволен им Аллах. Асмаа бин Турмейс. У нее был разговор с Умаром, да будет доволен им Аллах. Это длинный хадис, но мы возьмем некоторые выдержки из него, которые нам необходимы. Он приводится Аль-Бухари и Муслимам. Она сказала Но вы были вместе с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И он кормил голодных и обучал незнающих среди вас. А мы были вдалеке, в изгнании, как сказали некоторые ученые. Это означает «вдали от родственников». Она имела в виду Аль-Хабаша, Абиссинию. Аль-Бугадах. Землю, чьих обитателей они виновидели. Почему? Потому что независимо от того, что они сделали, они были кафиром. Ученые сказали, что эффекции их взяли, приняли мусульман к себе, они относились к ним с уважением и защищали их. Они бы их не сдали. Однако она по-прежнему называла их ненавистными людьми, имея в виду, что мы их ненавидим. Деяния в единобожии остаются преградой, независимо от того, что бы хорошего они не делали. Учитесь у Асмы, да будет доволен ее Аллах. И учитесь у Умар, да будет доволен им Аллах, который дискутировал с ней по другому вопросу. Но он не ответил и не сказал ей, «Как ты смеешь так говорить о людях, которые тебя приютили?» Если бы она была не права, он бы ей ответил. Но то, что она сказала, ясно и понятно для единобожников. Независимо от того, принимают нас или выгоняют, относятся к нам хорошо или плохо, оскорбляют нас или нет, непричастность остается неизменной. В 28-м томе Фетф Ибн Таймии он сказал, «Ты должен проявлять дружбу к мусульманину, даже если он притесняет тебя или приступает против тебя. И у тебя должна быть непричастность к каферу, даже если он добр к тебе и не содержит тебя». From a kafir, even if he's good to you and gives you. Ты общество... «Вели chilled...» «Ан мумен, «Тяг sap он, и теперь в admitting тебя, и вsted бы вылезатьbraят их» «Он 얼마나 прошла?» «Аwriter haz их прав?» « üra!» «Мы твои попытки денег, и он говорит, его против Tenacity и окуруз �σει. И на страхُ. И у тебя help més results!». Илches 가 все Such скажем. Вивает! Вvieidadin Kim и уваж circum� Hide be и покипец acceptable pitches Субтитры создавал DimaTorzok